Наша церковь – это наша душа. Спасибо, что есть у нас такая благодать. Каждый год в небольшой посёлок Вязань, что на Минщине, на праздник Успения Пресвятой Богородицы, съезжаются многочисленные верующие. И не только, чтобы вместе отпраздновать престольное торжество одноименного храма, прославляя Божью Матерь, но и чтобы помолиться у старинных икон. Храм построен после 1860-х годов и расположен он в живописном месте. Рядом – залив южной части Вилейского водохранилища. До 1990-х годов в здании размещался клуб. Отреставрировали храм в начале 2000-х. Он является одной из достопримечательностей посёлка, а также расположенный рядом поклонный крест – шестиметровая копия креста преподобной Ефросинии Полоцкой. Для нас очень большой праздник, потому что Пресвятая Богородица – это наша покровительница, это для всех прихожан большой праздник. Поэтому мы приехали в храм, чтобы приложиться, поклониться, помолиться. Всем мира, добра, счастья, благополучия. Чтобы мир был во всём мире. Храм встречает всех, кто въезжает в посёлок. Он покрашен в ярко-синий цвет – цвет престольного праздника. Голубой в церкви обозначает высшую чистоту и непорочность и считается богородичным цветом. Поэтому в дни празднования в честь Божьей Матери и чудотворных её икон храм убирают в голубое, а духовенство облачается в голубое облачение. И сегодня, в этот торжественный день, храм выглядит особенно празднично. Служу в этом храме благородном нашем больше 20 лет. Сюда привела меня когда-то моя мама. И я рада, что есть у нас такое сердце в нашем населённом пункте. Мы благодарим нашего батюшки Виктора за то, что он очень много делает для того, чтобы наш храм жил, чтобы он обновлялся. Мы видим, сколько сделано его неустанным трудом. Мы тоже стараемся ему помогать. Вечернее всеночное обдение и торжественная литургия в день праздника были продолжительными, как и следует по церковному уставу. Праздничную божественную литургию в день престольного праздника возглавил настоятель иерей Виктор Куличенко в сослужении клира и почётного гостя, приехавшего из Минска диакона Сергия Живнировича. Действительно, становится хорошо на душе, когда видишь, что и люди приходят на праздник, и когда в храме красиво. А ещё большая милость от Господа за возможность молиться в этом старинном храме перед необычным, чудотворным образом Христа. Мы вместе с Матушкой вошли в храм, и одно из самых первых, что нас привлекло, наше внимание привлекло, икона бичевания. Что-то кардинально перевернулось во мне, и было желание восстановить этот приход. Заходя в храм, сразу взор устремляется на икону «Все человек». Это человек, или бичевания Христа. Привязанный за руку к кресту, Иисус склонил голову. Рядом ёмкость, куда по капле стекает кровь из раненого Спасителя. Образ около двух метров в высоту и метр в ширину. Написан маслом на холсте в XVIII веке. Иконе удалось чудом уцелеть в годы лихолетия. Многие люди приходят, даже те, которые никогда не ходили в храм Божий. Они приходят, когда видят икону бичевания, у них внутри что-то переворачивается. Они не могут от неё отвести взгляда. Если присмотреться к святому образу, привлекают внимание металлические пластины с изображениями органов человека, которые, можно предположить, были исцелены по молитвам Господу перед иконой. Это результат исцеления людей и их благодарность об этом исцелении. В храме Успения Пресвятой Богородицы в Вязане уютно, душевно и тихо. На территории прихода есть источник. Находясь здесь, в деревне, в 100 километрах от Минска, настолько здесь хорошо. И вам тоже, всем приезжающим сюда, все видят вот ту внешнюю сторону и понимают, насколько Господь премудро создал всё. Так красиво, так смотришь, и всё внутри радуется от этой красоты. Не описанной красоты, а красоты белорусской земли, красоты народа, красоты людей. Ведь люди здесь все доброжелательные. Успение Пресвятой Богородицы – праздник радостный. Богородица уснула телом, чтобы проснуться для Царствия Небесного. Но в то же время подвижники веры говорят, что Богоматери на небе нет. Она ходит по земле и помогает людям. Будем же молиться Божьей Матери, просить нашу небесную заступницу сохранить и спасти нас. Богородица никому и никогда не отказывает в помощи, если её искренне о чём-то попросить. Сегодня с колокольни храма Успения Пресвятой Богородицы в посёлке Вязань раздаётся благовест. А значит, жизнь продолжается. Сергей и Дарья Мардарьевы, информационный портал Собор Бай для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...